Вы знаете, что этот год объявлен годом памяти и славы? Не слыхали? Ну, наверное, догадываетесь, по какому поводу? Честно говоря, даже. Давай, думай, сейчас 2020. 20-й. Хорошо, это мы знаем. А годовщину какую? 75-летие Великой Победы. О, клево. В годы Великой Отечественной войны одним, да можно сказать, главным переломным событием в 43-м году стала Сталинградская битва. Вам говорит что-нибудь это название? Сталинградская битва. Да, помню. Помните, Сталинградская битва. А где она происходила? В Сталинграде, совершенно верно. А как сейчас этот город называется? Ленинград. На какой реке находится это? Не помните. Вы помните какие-нибудь вехи той войны, которые приняты какими-нибудь датами вспоминать, чтить? Снятие блокады Ленинграда, ну что что-нибудь там делать? Нужно даты назвать? Не-не-не, не говорите. Ну, снятие блокады Ленинграда. Битвы какие-нибудь? Сталинградская какая-нибудь, что-нибудь такое. Сталинградская битва, отлично. В 43-м году зимой было. Олдно было, лед на реке. На какой реке был, кстати, лед? Ну, рядом со Сталинградом? Да. Так, а какие это... Сталинград это какой город сейчас? Сиропей, не мое. Волга, может быть. Может быть, нет. Указом президента России 2020 год объявлен годом памяти и славы. Посвящен чествованию 75-летия Великой Победы в страшнейшей в истории человечества войне. Готовясь к этому событию, ТАУ вышла на улицы родного нам Екатеринбурга, чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела с народной памятью. И забегая вперед, скажем, что на самом деле не так и плохо, как могло показаться в начале этого сюжета. Нас интересовали в первую очередь молодые люди, потому как среди старшего поколения принято считать, что подрастающие граждане России все, как один Иван и родства непомящие. Это не так. Все они замечательные, открытые и ищущие люди. Хотя, конечно, имен по меньшей мере пяти или хотя бы двух молодогвардейцев вспомнить уже не могут. 18 лет. Вы уже сдавали ЕГЭ, нет? Да, конечно. Год назад, да? Да. Ну, значит, должны немножко в памяти историю войны знать, да? Ну, хотя бы в общих чертах. С кем мы тогда воевали? Ну, с немцами, с фашистами. А, все верно, а какие еще у них были союзники или только фашисты были? Ну, нет, вот эти вот сторонники, или как это называется, я даже не помню. Ну, блин. Ну, фашизм. Ну, что ли, что? Национал-социализм. Кто-нибудь там еще? Ну, да, все-таки. Ну, не помню. А наши союзники, помните кого-нибудь, какие страны? Ну, СССР все это там объединение. Ну, конечно, там все республики СССР, а вот там европейские какие-то страны азиатские были у нас, не помните? Честно, нет. Помните каких-нибудь героев, полководцев той войны, либо героев Советского Союза, который подвиг совершил? Ну, да, Жуков, вот тут недалеко памятник стоит. Совершенно верно. Вроде такой есть. А вот такие простые солдаты, партизаны, там кого-нибудь? Пусть и настоящим человеком. Ну, там, пусть и настоящим, я не читала. Я знаю там, что там есть про 11 панфиловцев, и там про то, что как там развеивали миф, что может быть это неправда, может быть правда, вот. Но это вроде как относительно обычные люди. Ну, панфиловцы, да, это такая, знаковые фигуры. Зоя Космодемьянская. Да, я слышала. Так, давай, кто это такая? По-моему, она там что-то танк, или не про танк, или это другая, или Таша была. Но там какая-то была женщина, которая на танке ехала. Ой, блин, я сейчас уезжу, да, голова, блин. Хорошо, Александр Матросов. Не, вот такого я не знаю. Костелло, Павлов. Павлов? Ну, это оттуда же, из Сталинграда, в общем-то. У-у-у. А вот с нашей стороны главнокомандующий, и с их стороны кто был? Адольф Гетель. С их стороны Адольф Гетель, совершенно верно, не стесняйтесь. А с нашей? Сталин. Сталин, совершенно верно. А помните каких-нибудь, какие-нибудь имена героев, совершивших подвиги? Ну, не то, что там Жуков, там Рокоссовский. Партизаны. О-о-о-о, кого-нибудь, помните из партизан? Валя Котя Кулика. Лично? Хорошо. Зою Космодемьянскую помните? Да. За что ее фашисты? Она не хотела сдавать... Своих, своих сдавать не хотела. Своих партизан. Ну да, можно и так сказать. А помните, например, такого Александра Матросова? Да, помню. Поняв, что Великая Отечественная война в памяти Анастасии и Татьяны скорее жива, чем нет, мы попробовали их экзаменовать и по другим историческим вехам нашей страны. А декабристы еще была такая веха в истории нашей страны. Помните, что это за декабристы были? Ну, это они подняли восстание, хотели, по-моему, сместить временное правительство, вот. И потом их отправили в ссылку, и там жены за ним пошли, ну, их отправили в Сибирь, вот, там жены отправили за ними, жены декабристов, вот. В истории России была еще первая Отечественная война. С французами. С французами, совершенно верно. В каком году этого? С 1812. Абсолютно верно. А сколько лет продолжалась эта война? Ну, где-то 1812. В годы 4. Кто тогда воевал в ту войну? Наполеон, там Франция. С кем? С нами. И со всеми остальными. Они там вроде весь мир вообще хотели захватить, что-то такое. Давайте я вам буду называть полководцев, а вы будете говорить, относятся они к той войне 1812 года или нет. Кутузов? Да. Суворов? Наверное. Рокоссовский? Нет, по-моему. Конев? Я такого не знаю. Барклай-де-Толли? Да, точно, да. Багратион? Да. Это чей? Наполеоновский маршал был или наш? Наш, наверное. Ну, кто у нас погнал Наполеона? Кутузов вам говорит что-нибудь? Да, да. А помните, еще были такие предводители, там, Багратион, Барклай-де-Толли. Это с их стороны или с нашей? Не помню, стихотворение чисто. Чье стихотворение? Ну, что-то не знаю. Это Москва, французы, Макдонач. Да, 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 да. Ну, литература, это, в смысле, война и мир, но, типа, это, я не особо читала войну и мир, вот. Ну, хотя бы кто написал, знаете? Лев Николаевич Тостой. Вы какие фильмы смотрите? Там, Супергерои смотрите? Не, не особо. Мстители? Не. У тебя Планеты Марвел нет? Ну, не, не люблю. Так, а Смешариков застали? Да, смотрела Смешариков. А помните Смешариков, какие там персонажи? Ну, в смысле, Крош, Лосяш, Ёжик, там, Нюши. Смотрите продолжение наших опросов в новостях 9,5 на областном телевидении и в новостях Шеремета ВКонтакте и YouTube.